Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 июля. И вот я уже говорила, повторюсь, может быть кто-то предыдущий видеоролик не видел. Все томаты у меня уже высажены. Более-менее я навела порядок, разобралась с ними. Правда, не все еще подвязаны. И это вот как раз то самое время, когда можно пройтись по рядам и посмотреть. И пройдясь по этим рядам, можно увидеть, что не все томаты одинаковые. Некоторые из них выделяются на фоне других. И я сейчас хочу рассказать вам о некоторых необычных томатах. Вот я уже описывала вам сорт шахерезаду, сказочный томат, который томат персик. Если мы продвинемся дальше, то мы можем увидеть еще один необычный томат, о котором хочу я вам рассказать. Видите? Вот она, молодая голубая звезда. Если томатный персик, это искренне наш русский, то это американский сорт из США. Блюистар. Очень мне понравился. Я много-много лет, я вам говорила, что я такой патриот, даже с перегибом. И я много-много лет не пускала иностранные, никакие томаты к себе в огород. Потому что считала, что буду выращивать только наши, только русские, сибирские. Но потом мне один сорт прислали, попробовала, второй сорт прислали, попробовала. Оказывается, очень много, особенно американских сортов, которые не менее прекрасны, чем наши сибирские. Которые прекрасно вызревают, вырастают, красивые, вкусные. Ну и я под старость лет сдалась, пустила американцев к себе в огород. И вот в этом году у меня даже целая грядка есть, которая называется иностранный легион. Из Польши, из Америки, из Ирландии мне даже присылали, из Парижа. Ну, короче, со всего мира мне наслали семян. По одному, по два я посадила, буду о них позже рассказывать. Но вот эта голубая звезда, я ее сама заказывала у частного коллекционера много лет назад. Она мне понравилась, и теперь я ее выращиваю. Конечно, ничего особенного в ней нет, так же, как в Шахерезаде. И такой же вкус у нее, ну, как у наших томатов. Ну, конечно, выращиваю, и осталась у меня она только из-за красивого внешнего вида. Вот они сначала появляются, когда маленькие, сначала они зеленые. Потом они делают, вот, где же показать совсем зеленые. Ой, ну, там глубоко сильно. Сначала они зеленые, потом они делаются сине-зеленые. Потом они становятся красно-синие. Вот низ будет красный, а верх будет синий. Потом они делаются темно-фиолетовые, вот такие, прям, чернильного цвета. Внизу будут красненькие, и на разрезе ярко-красные. Зрелище, конечно, потрясающее. Я потом вам покажу в готовом виде. Вот это зеленые листва, вот эти фиолетовые, блестящие, прям, как чернила, вот эти томаты. Они от плечиков прям темно-чернильные, а книзу все меньше-меньше. И внизу красные. Перевернешь их на тот бок, кажется, что красные. Положишь вот так, как кверху жопкой, кажется, что они чернильные. Ну, так он среднеспелый. Плоды 100-150 граммов. Сейчас покажу, где. Тут есть, конечно, и побольше, но тут тень будет, видеосъемка не очень качественная. Вот, смотрите, уже начинается вот этот чернильный блеск. Так красиво смотрятся, когда полностью спелы. Они блестящие такие, вот прям. Ну, не знаю, с чем цвет сравнить. Как баклажанчики. Точно-точно цвет баклажана. Блестящие, красивые. И, конечно, это экзотика. Это я уже как отношу к разряду экзотики. Ну, хотя эту экзотику также можно кушать. Также можно делать салаты на вкус. Если она вот дозреет до конца, вот до темно-чернильного цвета. Они очень вкусные. Такие же, как наши русские томаты. Но все равно это американцы. И вот я и говорю, что с возрастом я стала добрее. Пустила многих американцев к себе в огород. Но не только американцев, но и из других стран. И в этом году я все вам их покажу. Оказывается, так много сортов за пределами нашей страны. Красивых, вкусных. И вот один из них, голубая звезда. Вот здесь мне даже больше нравятся. Они такие блестящие, глянцевые. Вот она, наша голубая звезда. Молодая. Спасибо. 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 Спасибо.